В ожидании пошлин. Европа готовится к новым американским тарифам на импорт стали и алюминия. Когда они начнут действовать и возможно ли между ЕС и США торговая война? Татьяна Лугунова продолжит. Просил Эммануэль Макрон, просила Ангела Меркель, но Дональд Трамп не передумал. Все попытки топовых европейских политиков уговорить американского президента не вводить. Пошлины на импорт стали и алюминия провалились. Европа готовится к торговой войне с Соединенными Штатами и начаться она может уже завтра. 25% на сталь, 10% на алюминий и пошлины на импорт товаров из стали и алюминия Вашингтон ввел еще в конце марта. Но страны ЕС, а также Аргентина, Австралия, Мексика, Канада, Бразилия и Южная Корея получили небольшую отсрочку до 1 мая. Это хорошая новость для всех производителей алюминия и стали. Свободная и честная торговля между Европой и США имеет очень важное значение. Мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации в этом вопросе. Попытки найти компромисс продолжались больше месяцев. В Вашингтон друг за другом летали лидеры самых влиятельных стран ЕС. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Трамп принимал их тепло, но на уступки пока не пошел. Срок исключительных тарифных условий для стран Евросоюза истекает сегодня в полночь. Хотя Дональд Трамп политик непредсказуемый, резкого разворота европейцы не ждут. Европа готовится к новым пошлинам и сама готовит ответные меры. В планах тройной ответ, то есть жалоба в ВТО, меры по поддержке европейских производителей алюминия и стали и зеркальные пошлины на американские товары. В списке джинсы и футболки, кукуруза и рис, яхты и мотоциклы, апельсиновый сок и бурбон. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.